На студии сегодня Руслан Рахимов путешественник. Дело в том, что Руслан тоже недавно вернулся с путешествия с Памира. Вы с друзьями покоряли Памир, перевал большой. Расскажите об этом, что вас подвигло? Мы в том году запланировали поездку покорить Памир. Высота перевала Ак-Байтал 4655 метров. И чем знаменателен этот перевал тем, что это самый высокогорный перевал в бывшем СССР. Относительно недалеко от нас находится. Какая высота? 4655 метров. Высота на перевале именно была. Мы брали с собой альтиметр и замеряли высоту. Так и есть на самом деле. Почему именно Памир выбрали? Почему Памир? Потому что он находится на Великом Шелковом пути и мы ехали по городам, который находится на Великом Шелковом пути. Знакомились с историей нашей Средней Азии. Очень интересно, очень познавательно. Ну и хотелось бы посмотреть на необычную красоту гор Таджикистана и самого Памира. Сколько дней заняло путешествие? Как долго вы к этому готовились? Подготовка заняла около полгода. То есть нужно было подготовить технику, заказать дополнительные запчасти и нужно было подготовить свое тело. То есть это физические упражнения нужно было быть хорошей в физической форме. Потому что там предстояли суровые испытания. Какие, да, испытания? Путешествие заняло две недели. У нас испытания были самыми суровыми. Начиная с акклиматизации воздуха. Очень резкий холодный воздух. Пересыхает абсолютно все. Перепад температуры. То есть у нас жарко, там холодно. Да, там холодно. Мы ехали, это было значит четыре дня назад мы были на перевале. Температура была плюс три, шел снег. У меня все зафотографировано. Есть действительно снег. Потом был град, потом был ливень, дождь, было холодно. Вы в таких условиях перевал преодолевали? Да, вот таких тяжелых условиях мы преодолевали перевал. Там всю ночь шел дождь со снегом, дорога была сплошная грязь, много колей, очень было сложно ехать. Ну, вы же туда поехали за адреналином. Я думаю, вы его там получили сполна, да? На несколько лет вперед, да. Расскажите о перевале. Это самое интересное, потому что, на мой взгляд, ну не каждый переживет горную болезнь. Да, да, да. Значит, при мне несколько людей, иностранцев, отвезли на скорой помощи в ближайший медицинский пункт, потому что им стало плохо. Вплоть до потери сознания учащается там дыхание, значит, понижается давление. Вот. И сам перевал, случился казус на самом перевале на табличке. У меня спустило колесо, заднее колесо, попал здоровенный гвоздь в шину, и нам полтора часа пришлось бортировать колесо. Я не ожидал, что такое случится. Никто не ожидал. Наша дружная команда, мы бросились к моему мотоциклу. Движение как на Марсе. Очень тяжело ходить, тяжело дышать. Как космонавты, да? Как космонавты, да. Плюс еще столько на тебе теплой одежды, потому что там было реально холодно. Отдышка, отдышка. И нужно постоянно пить жидкость. Пили аспирин. Отсутствие аппетита вообще. Аспирин для чего пьют? Для разжижения крови. То есть кровь сгущается, разряженная обстановка, кровь становится гуще, и нужно ее разжижать. Да, кровь становится густой, разжижать обязательно. И выпивать в день до трех литров воды. Ну вот первые признаки горной болезни, потому что она же может, она к ретальным исходам приводит. Да, так и есть. Если вовремя не оказать человеку помощь. Вот как проявляются первые признаки? Первые признаки – отдышка, потеря аппетита и понижение артериального давления. Либо понижение, либо повышение. У кого как. Не знаю, что у некоторых бывают, случаются галлюцинации. Возможно, но у нас все было хорошо тогда. Слава Богу. Мы отстоялись на высоте 3000 с половиной метров в сутки. Прежде чем? Да, прежде чем подниматься на высокогорье. Вот когда вы поднялись на самую вишу, что почувствовали? Что цель достигнута. Вот я победитель? Да. Было такое чувство? Это было такое чувство, что да, мы так долго шли, об этом читали, изучали материалы, готовились. Вся подготовка, переписка и созвоны с нашими душанбинскими друзьями, которые нам дали полностью материал об этом маршруте. И вот мы достигли цели, спустились и все хорошо, мы дома. Ну, когда домой ехали, с каким чувством ехали? Что путешествие прошло не зря. Было очень много интересного, увиденного, услышанного и на целый год впечатлений. Знакомых, да? Знакомства, да. Как люди вас встречали? Не было каких-то нехороших моментов? Все-таки путешествие, дорога, вы одни? Да, путешествие было по Средней Азии, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Там везде люди были гостеприимными, везде нас хорошо встречали, кормили, поели. Мы ни одного дня не ночевали в палатке, и мы взяли с собой большой запас тушенки, консервов наших. Не ели мы это, нет. Абсолютно везде есть кафе, заправки и хостелы, хостелы, гостиницы. Очень дружелюбный, гостеприимный народ. Хорошо и здорово. Что теперь намечаете для себя? Я не думаю, что вы остановитесь на Памире. Да, вы знаете, мы только, честно говоря, приехали, там еще впечатление на целый год. Но планируем в следующем году поехать на озеро Байкал в России, через Монголию и пересечь пустыню Гоби. Это самая большая пустыня в Азии. Это тоже на мотоциклах? Да, тоже на мотоциклах. На машину не хотите пересечь? Или все-таки экономней? На мотоцикле все-таки ты вживую ощущаешь все эти приключения, все эти трудности. Когда мотоцикл у тебя падает, ты его пытаешься поднять, он ломается. Но вы не думали о том, что могут быть какие-то серьезные травмы? Как в таком случае? Мы были готовы к этому. И у нас случались падения. Именно в той горной местности мы были полностью экипированы. То есть защита рук, ног, суставов, конечностей. То есть от каких-то серьезных повреждений вы застраховались? Обязательно. Шлем, перчатки. Экипировка это в первую очередь. И экипировка отработала. Когда были падения на горной местности, экипировка взяла на себя удар, порвалась. Но все, все суставы целы. Это хорошо, что вы экипированы. Да, это важно. Что вы принесли нам в студию? А вы знаете, я коллекционирую шапки. Везде, где я езжу по миру, я собираю национальные головные уборы с тех мест, где я бываю. Передо мной это женская шапка. Национальный головной убор. В Туркмении? Памирцев, да. Памирцы это то население, которое живет на Памире. Собственно, это не таджики. Они отличаются. У них другой язык, другая вера. И вот это их национальный головной убор. Это женский головной убор. Это мужской головной убор. Причем хочу обратить внимание, что вышибка ручная работа. Вышибка ручная работа, и очень красиво. А так как мы проезжали рядом с границей Афганистана, он был через речку Пянш, мы махали афганцам, афганцам нам махали, то вот я купил такую замечательную пуштунку. И там, когда шел снег и было холодно, вот я в ней ходил. И сколько у вас уже в коллекции шапчик? Не знаю, шкафчик. Шкафчик. Небольшой шкафчик. Желаю вам, чтобы он пополнялся и пополнялся. И главное, чтобы это все проходило спокойно, без эксцессов. И чтобы у вас была возможность путешествовать и путешествовать еще больше. Что бы вы хотели пожелать всем нашим? Я бы хотел пожелать заниматься активным отдыхом. Не сидеть дома на диване перед телевизором, я не знаю, там поменьше в кафешках быть. А больше заниматься спортом и заниматься активным отдыхом. И это очень интересно на самом деле. И рядом с нами столько красивых мест, и можно где поехать, увидеть. Потому что иностранцы едут за многие тысячи километров к нам, чтобы увидеть то, что мы здесь даже не видим. Поэтому я рекомендую путешествовать. Ну, мы вас благодарим за то, что вы к нам пришли. И газету Рабат вам. Газету Рабат обязательно. А вот вам на память кусочек Памира. О, спасибо. Который проехал со мной две тысячи километров. Большой подарок, да. Спасибо. Ох, он блестит. Возможно, да, что там такое. Нет, что-то там есть. Что-то там есть такое, да. Золото вам отдает. Может быть. Спасибо вам большое. Удачи еще раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...